Да, у нас каждое рождение это язык же Бога, Бог с нами говорит числами, ну а миром про числа и их отношения древняя фраза, которая свидетельствует о том, что если вы называетесь не так, не по Богам, а по каким-то святым, ну святцы есть, по которым определяют нам имя, ну там обычное имя мученика, как назовешь краб, так он и поплывет, тоже известная пословица русская, поэтому если вы назвали себя именем мученика, ну значит повторите его судьбу мученическую, поэтому надо точно знать, когда, как называться, у нас ведь много было имен, фамилий вообще не было, фамилия-то вот XIX век придумали, хотя она вот сейчас в истории там далеко-далеко там много тысяч лет назад и фамилия, с чего бы это фамилия, хотя это известный факт, что стали фамилии, ну говорили, что в общем-то только у дворян фамилии, а у крестьян не было, ну тоже свистов, у дворян тоже не было фамилий, первоначально, потом тоже ввели, да и церкви сейчас, та же христианская церковь, фамилии не спрашиваются, спрашивают имя, потому что по именам, а не по фамилиям, у нас потому что было вот обережество, это женское отчество, так сказать, да, по женщине, ну то у нас есть только отчество, да, мы используем, а мать-то чё, она чё, ни при чём, что ли, она основную функцию выполнила, родилась, а мы её никак не обозначали себе, а вот надо обязательно и мать, и отец, и родовое имя, родовое имя тоже было, вот, и имя души, вечное имя, духовное имя, у нас было 7 имен, это стабильно, это даже у новых душ, а если у вас старая душа, ну так вы должны вспомнить, как вас звали в прошлой жизни.